Губернатор Приморья Олег Кожемяка провел рабочую встречу с заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы России Сергеем Пузыревским. Глава региона подчеркнул, что Край эффективно сотрудничает с управлением Федеральной антимонопольной службы, в том числе по вопросам, связанным с работой недобросовестных исполнителей по договорам. В частности, минувшим летом на участке автомобильной дороги Раздольная-Хасан подрядчик нарушил технологию выполнения работ. С совместными действиями мы ввели в состав недобросовестных пользователей, суд нас поддержал. Конечно, эти все процедуры, они довольно длительные. Они довольно длительные, потому что решение ФАСТа быстро состоялось. Далее, где-то, наверное, месяца полтора потребовалось на решение суда. Это время мы не можем зайти с другим подрядчиком. Вот здесь, мне кажется, что для таких и субъектов, для таких вопросов, как дорожное строительство, которое требует именно периода летнего, да, то есть сезонность работы, здесь нужно, конечно, укорачивать, и, может быть, решение ФАСТ позволит уже сразу переходить на подбор нового подрядчика. Повышение цен на товары в магазинах военной экипировки стало отдельной темой встречи. В том числе на магазинах, торгующих продукцией, необходимой для нужда специальной войсковой операции. Я имею в виду специальное снаряжение, там, рюкзаки, спальники, все это взлетело просто. Повысился спрос сразу же автоматически. Причем так, я хочу сказать, коробка аптечки стоила там 300 рублей, пустая аптечка, она стоила стоить 3 тысячи. Подсумок для сброса пустых магазинов стоила там 400 рублей, стала стоить тоже 3 тысячи. Ну, то есть, надо просто проследить всю цепочку. Собирал магазины и спрашивал с них, почему такие цены. Ведь вы сегодня, как говорится, делаете все, чтобы эта продукция стала недоступной. И это, как говорится, безопасность жизни. Вот. Они говорят, что это поставщики. Вот здесь, конечно, необходимо... Это по всей стране такая ситуация. Вот здесь, я думаю, что если сконцентрироваться на этом, хотя бы там на примере нашего края, и проследить цепочку по заводам, подать вам, на основании каких таких доводов у них выросли цены там на порядок. Не на там 30 процентов, на порядок. Вот. То есть, и принять такие меры. Это было бы сейчас очень важно, потому что идет формирование мобилизационных ресурсов. Заместитель руководителя ФАС России подтвердил, что это важный вопрос. Ведомство займется этим. Направление такое новое, по сути, получается. Но согласен с вами, что максимально оно такое чувствительное. Поэтому я думаю, что решения будут приняты. Инфляционные процессы, они требуют, соответственно, определенного повышения тарифов. Но, тем не менее, мы внимательно следим за тем, чтобы там уровень их повышения соответствовал. Отмечено, что сейчас Федеральная антимонопольная служба готовит предложения по комплексу мероприятий в случаях, когда внеэкономические факторы приводят к повышению цен на товары на 30 и более процентов. Артем Белов, Анна Дьякова, Новости на Восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok